здравствуйте с вами я доктор педалюк и сегодня мы будем заниматься с вами наукой с большой буквы n проводить высокотехнологичные тестирования различных шлемов на прочность мы приобрели разные изделия разных производителей и давайте же узнаем какой из них действительно прочный поскольку мой мозг доктора педалюка слишком важен для человечества знания накоплены этим мозгом представляют колоссальную ценность краш-теста моей головы сегодня не будет если вы не катаетесь в шлеме храни вас господь ты мертвец мятина есть но пока все окей не хрен на сеанс еще держит четыре удара с вами все будет окей он конечно уже тут треснул но по-прежнему никаких сильных ударов он жив за пять ударов три удара все окей треснула держит четыре удара ну конечно на пятый удар не так хорошо пружинит но он попадает во вторую лигу трещины есть он все еще держится проверим кто из них будет держаться дальше с одного удара все ты мертвец просто все проломила давайте еще раз все с удара теперь проверим чемпионов но он все еще держит считаем дополнительные удары было по пять сейчас был шестой и так пошел седьмой тут уже бабу она все еще держит и так восьмой но тут уже будет жать немножко черепушку девятый жесть но еще можно доехать до дома 10 но после десятого признаем поражение этой краски этому шлему кали нужно еще как минимум пять дуб ударов шестой седьмой восьмой домой еще можно доехать девятый внешняя часть по-прежнему жива внутри уже пошел отламываться пенопласт голову не вобьется можно еще сделать 11 тест кирпичом показал все идеально три шлема из пяти разбит с одного удара разбились в щи кто-то скажет шлем рассчитан на один удар но при катастрофах бывает что вам прилетает в голову ни один удар например вы не дай бог там упали попали под машину и другая машина затормозила вам в голову или на вас что-то упало пробило шлем вы упали на вас там кто-то наехал ну то есть ситуации бывают разные и вот эти два других шлема и в том числе шлем кали показали себя отлично шлем кали показал себя замечательно от него прямо все отскакивает мы конечно не можем произвести тест живым человеком и спросить его как на него будут действовать вот эти специальные абсорбирующие резиночки внутри шлема которые выполняют очень важную функцию они спасают и оказывают дополнительную амортизацию от прямых ударов от скрученных ударов от боковых ударов то есть уменьшают вероятность получить сильное сотрясение мозга не просто покупайте шлем а покупайте хороший технологичный шлем вот второй шлем который у нас сегодня с честью прошел испытание актика он тоже хороший он тоже не дешевый но у него нет такого большого количества удобств и вот эти резинки которые внутри кали они не просто дополнительная амортизация которую мы здесь не можем проверить потому что у нас нету манекена с датчиками и человека бомжа готова на резинки спасают от дополнительных повреждений и от дополнительных стрясок плюс они лучше отводят под в отличие от стандартных поролоновых вставок призванных подогнать шлем под голову и так сказать отводить под они под не отводят они у наоборот скапливают шлем начинает ерзать и все это плохо заканчивается соглашусь что тест который мы провели не идеален но краш тестового манекена правильного который подходит эти цели у нас не было и поэтому мы решили сделать грубо но очень наглядно естественно когда шлем находится на голове давление приходится на него по-другому и когда кирпич падает на шлем лежащий на земле это не совсем корректно но даже в таких неправильных условиях вы видите насколько сильно различается качество и прочность разных шлемов интересно что шлемы калия идут с пожизненным краш реплейсментом то есть если вы упали и разбили шлем то они вам вышлют новый это очень круто тем более с учетом цены этого шлема ссылочку на канал калия оставлю в описании это на самом деле молодая компания у которой очень много интересных разработок и новых технологических решений это не просто каталог это действительно хай-энд продукция которая спасет вашу голову от повреждений спасибо спасибо за просмотр!